Друзья, я последний разделчик, и в конце, вы знаете, в конце у меня есть маленькое смущение. То есть братья предлагают сделать призыв к покаянию. Я согласен, что это очень нужно и очень полезно, но мне очень трудно это делать, потому что, ну как бы, когда неизвестная молодежь, и знаете, вот так вот, ну давайте все кайтесь, пожалуйста, давайте еще гимн споем, давайте еще и вот так вытягивать. Это вообще против меня полностью идет, поэтому мы в конце сделаем призыв к покаянию, но такой, кто хочет, без всяких эмоциональных таких вот вытаскиваний, да, хорошо. То есть все-таки я считаю, что покаяние это такой акт желания, акт воли. Ну конечно, мы можем спеть гимн, но без того, чтобы вот давить на ваши чувства. Тем не менее, я считаю, что вам надо покаяться. Ну точнее не вам всем, но кому-то из вас надо покаяться. Поэтому, если вы хотите покаяться, пожалуйста, у вас будет такая возможность. Последний раздел. Я расскажу пример. У нас в Ейске, ну как бы, он такой тупиковый город, и некуда дальше ехать, там море. И есть несколько дорог, как бы, из Ейска в другие города, ну вот так вот они лучами находятся. Но есть основная дорога, которая все ездит, есть не очень основная дорога, которая ведет на Есенку. И вот когда один брат к нам приехал и говорит, Денис, мне надо проехать такую местность, и мне надо по этой дороге будет ехать. Я говорю, хорошо, я тебе сейчас обрисую ситуацию, но очень важное предупреждение. Вот когда ты поедешь, то там будет стоять знак. Знак с указанием на вот тот поселок, куда ты едешь. Этот знак уже стоит там несколько лет, он ошибочный. Его зря поставили там. Эта дорога, если туда повернешь, она не приведет туда, куда надо ехать. Но тебе будет казаться, что это та самая дорога. Вот ты поедешь, там будет такой поворот, там будет главная дорога, и ты вспомнишь мои слова, и подумаешь, что Денис ошибся. Потому что, ну точно дорога идет туда, и ты поедешь по той дороге, и ты поведешь не туда, куда надо пойти. Поэтому вот все сомнения отмети, и езжай вот так, как тебе кажется неправильным. Это будет правильная дорога. Понял, понял, все, написал, на бумажке нарисовал, показал тот пункт, где вот этот момент трудный. Он говорит, хорошо, уехал. Через час звонит, Денис, я заблудился. Я говорю, а где ты? Он говорит, в каком-то поле. Я говорю, а не повернул ли ты там? Он говорит, повернул. Я говорю, а почему? Он говорит, ты знаешь, вот я еду и думаю, Денис, наверное, ошибся. Тут вот, ну вся дорога-то идет. Я говорю, слушай, я здесь живу. Ты в гости. Я точно знаю, как ехать. Ну почему? Он говорит, ты знаешь, вот так вот все поставлено. Ну нельзя не поехать так. Это один пример. Второй пример. Один брат нашей церкви, молодой совсем брат, решил поставить машину на продажу. Поставил машину на продажу в газете через Авито. Не знаю, пользуется, у вас такая есть, нет? У нас такая система по всей России объявления Авито. Поставил на продажу и буквально через 10 минут после поставил, ему звонит человек один, говорит, слушайте, ваша машина мне так понравилась. Вот я именно такую машину ищу. Не продавайте никому. Я обязательно ее куплю. Я с другого города приеду завтра, после завтра куплю вашу машину. И он мне звонит, говорит, Денис, представляешь, какое чудо. Я поставил машину на продажу, и мне сразу звонят. Я говорю, это обманщики. Он говорит, почему? Я говорю, я никогда не поверю, что твоя старая желтая шестерка кому-то нужна так сильно, что он искал ее всю жизнь. И вот он будет ее покупать, ехать из другого города. Он, да, он сказал, вот именно вот так, вот моя такая нужна машина. Я говорю, это обманщики. Приходит время. Я говорю, вот будет так. Знаешь, как будет? Будет вот так вот. Он сейчас позвонит и скажет. Слушайте, я переживаю, что машина продастся. Давайте я вам задаток скину на карточку. Вы машину не продавайте. Будет вот так. Вот увидишь. Вот если так будет, позвони мне. Звони через 10 минут. Слушай, Денис, он мне звонит, говорит. Не продавайте машину, я вам задаток скину на карточку. Я говорю, это обманщики. Я же тебе по пути... Я же говорю, что это будут обманщики. Он говорит, но он же мне на карточку деньги скинет. Не я же ему, он же мне скинет. Какой обман-то? Я говорю, дорогой, это обманщики. Не слушай, не разговаривай с ним. А он говорит, а что будет дальше? Я говорю, дальше будет так Он говорит, дай мне номер твоей карточки Ты дашь номер карточки, ну это нормально можно И он позвонит и скажет, не могу перечислить Не могу перечислить, что-то не работает Надо ехать к банкомату И тогда перечислю Звонит мне через полчаса Слушай, он мне позвонит, дай номер карточки Я перейду деньги Потом звонит, говорит, не могу перевести деньги Не получается, надо ехать к банкомату Я говорю, слушай, ну дорогой, я тебе уже визит путь нарисовал Тебя там обман ждет. Он говорит, ну я же деньги не отсылаю. Ну и вот, знаете, он же хочет машину продать и деньги получить. Я говорю, ладно, ты сейчас поедешь к банкомату, а он скажет, вот нажми вот эти кнопочки, вылезет чек, там будут циферки, продиктуй их мне. Вот ты продиктуешь, а твои деньги все спишутся. Потому что ты дашь ему код. Ну это 100% обманщик. Он говорит, да нет, если вот так будет, я так не сделаю. Ну ладно. Звонит, говорит, Денис, у меня все деньги из карточки сняли. Я говорю, а не диктовали ты ему код? Он говорит, диктовал. Я говорю, знаешь, ты говорил. Он говорит, ты знаешь, у него такой голос солидный. Я говорю, ну извини меня, но если человек уже, ну, ума нет, то что сделать? Друзья, хорошо, у него там сумма небольшая была, но все деньги сняли из карточки. Друзья, вот человеку говоришь, вот и делаешь, а ему кажется по-другому. Почему я об этом говорю? В Иоанн Гриатрия 6 глава, 60 стих, написано так, еще один соблазн. Ну вот Христос там проповедует, учит. 59 стих, Иоанн Гриатрия 6 глава, 59 стих. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. 60 стих. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Кто может это слушать? Друзья, следующее, о чем и последнее, о чем можно соблазняться, это соблазн о учении Христа. Вот об учении Христа. Друзья, ну давайте вот послушаем фразу. Ну согласитесь, что она странная фраза, необычная, неподдающаяся логике. Блажение давать, нежели принимать. Друзья, это странная фраза или нет? Ну очень странная, очень странная. Друзья, ну нелогичная. Если мне дают, я блаженный. Если я даю, то он блаженный, а не я. Друзья, это странные слова. И многие люди, читая Евангелие, читают там странные слова. Вот прям странные слова. Ну действительно странные слова. Например, ударит тебя по правой щеке, подставь левую. Странные слова. Просящему тебя дай, и от хотящего занятия не отвращайся. Требующего тебя одну рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Это странные слова, друзья. Это слова неподдающейся логике. И на самом деле надо жить совершенно по-другому. Надо заступаться за себя. Надо копить деньги. И так далее. Вот сегодня не слышали. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Но это странные слова, друзья. И тем не менее, эти странные слова странны только потому, что мы привыкли жить по-другому. У нас другой менталитет. У нас другой взгляд на этот мир. Нам кажется по-другому. Но Христос говорит, я лучше знаю. Вот поверьте моим словам. Вот сделайте, как я говорю. Вот сделайте, как я говорю. И вам будет лучше. Но человеку трудно поверить в слова. Он соблазняется на этих словах. Ему не нравятся эти слова. Ему не нравится, что Христос учит. Друзья, вот вы молодое поколение, подростки и молодежь. И вот вы вступаете в жизнь, и вам нужно на чем-то строить свое основание. То есть каждый человек на чем-то строит свою жизнь. Даже те люди, которые говорят, я ни на чем не строю. Он все равно на чем-то строит. На свое мнение, на мнение своих друзей, на чем угодно, но на чем-то строит. Друзья, и вот вам придется на чем-то строить. Вам нужно кому-то верить. И вот иногда очень сложно верить Христову учению, потому что оно странное. Но оно правильное. Оно истинное. Оно всегда показывает правоту свою. Вот через какое-то время человек становится блаженным и говорит, как хорошо, что я послушался. Как хорошо, что я это сделал. Потому что вот Христос показал путь, и он для меня был странным, он для меня был непонятным, он для меня был каким-то необычным. Но я доверился ему, и я стал блаженный, потому что я пришел к тому результату, который действительно благословен для меня этот результат. Но чтобы вот по этому пути пойти, друзья, нам необходимо научиться не доверять самим себе. Научиться не верить тому, что я чувствую и ощущаю. Научиться не поддаваться на те эмоциональные какие-то время, эмоции какие-то, которые мною владевают. Вот у вас в стране и у нас в стране развиты супермаркеты, вот эти большие супермаркеты. И я работал одно время в рекламе, я вот очень хорошо знаю. На чем зарабатывает огромное количество, то есть, ну, примерно, по-моему, даже до 50%, если не ошибаюсь, заработка магазинов этих больших, знаете, на чем? На эмоциональных всплесках. Человек идет, увидел и купил. Вот если бы он нашел время чуть-чуть подумать, если бы он сказал, я куплю это, куплю завтра. Вот увидел, понравился ему, вот такая кружка, ну, надо же кружка какая-то, я буду в ней сидеть, я буду в ней чай пить, особенно сестры любят, знаете, вот они вот такие, как сердечко нам какое-нибудь там, или вот сейчас современные кружки с этими там всякими там палочками такими. Вот она представила, как я буду сидеть в пледе, закутавшись, вот куплю себе эту кружку, она покупает эту кружку. Эта кружка, кстати, никогда не пользуется ей никогда. Друзья, если бы она сказала, я эту кружку себе куплю завтра, то завтра что бы произошло? Она бы думала, зачем мне эта кружка нужна? Не купила бы ничего. Друзья, вот эмоциональный всплеск. Вот человек, он верит эмоциям, которые приходят на данный момент. Вот, друзья, в христианстве то же самое. Человек смотрит на жизнь. Ну, вот надо вот так поступать. Вот особенно это часто происходит, например, со служениями, собраниями. Вот я помню, я учился в институте, и у нас был профессор такой математики, у него фамилия была Кулешов. И у нас было 40 человек, у студентов. Но первая группа и вторая группа, там 20, там 20 человек. И он преподавал высшую математику. Чрезвычайно сложный предмет. И когда был первый экзамен, то из 40 человек все сдали на двойки. Все. То есть у нас пятибалльная система, пятерка и высшая оценка. Двойка получили абсолютно все. Только один человек получил тройку. Знаете, кто это был? Это был человек, у которого фамилия тоже была Кулешов. Но это был не родственник. Просто тот говорит, какая фамилия? Кулешов. Он говорит, надо же, однофамилец, тройка тебе. Всем остальным двойки. Всем остальным двойки. Вот вы меня до чего довели. Я забыл пример, а. Надо же. Вот такой пример рассказал, я забыл о чем. Ну ладно. Друзья, давайте мы вернемся к моей теме, а потом вспомним, почему это Кулешов. Знаете, я вообще на Кулешова был так злой всегда, что до сих пор я вспомнил о нем, меня сразу все выключило. Друзья, вот смотрите, то есть человек поддается эмоциям, эмоциям, чтобы сдать время, чтобы купить что-то, и вот на этом зарабатывают деньги. Вот то же самое происходит в нашей жизни. Когда мы с вами смотрим на что-то, у нас есть наш опыт жизненный, который нам что-то подсказывает, который нам диктует определенный путь, по которому нужно пройти. Он нам диктует определенные условия. И вдруг Христовое учение говорит совершенно иное. Я вспомнил, при чем тут Кулешов. И так он поставил нам всем двойки. Всем двойки поставил. И к тому моменту у меня была ситуация, не только у меня, но и у некоторых наших, достаточно большого количества студентов, была такая ситуация, очень неприятная. У нас сессия как бы была не сданная. Нам надо было сдавать сессию, она никак не сдавалась. И вот еще и вот эта двойка, которую поставил нам этот Кулешов. И у нас другие были экзамены. И была серьезная проблема. И вдруг в церкви мне предлагают и говорят, Денис, поехали на молодежное общение в такой-то город на несколько дней. И вы знаете, у меня стал выбор. У меня стал выбор. Еще маленькое отступление. Надеюсь, уже не забуду. Вот у вас тема такая. Ищите прежде Царства Божьей и правды его. Остальное приложится к вам. Общая тема. Когда я первый раз увидел верующих, я увидел их на уроке английского языка. Моя мама нашла учительницу английского языка. Помимо школы. Там был какой-то клуб изучения английского языка. И записал меня туда. Я стал ходить туда. И вот там учительница, Лидия Анатольевна Старикова, она к тому времени только уверовала. Сейчас она живет в Порт-Ванене на Дальнем Востоке. Полиглот, 7 языков знает. И она стала нам не только английскому учить, она стала свидетельствовать о Боге. Очень много. То есть идет урок 40 минут, она из них 30 минут о Боге свидетельствует. И мы говорим, Лидия Анатольевна, все прекрасно, все замечательно, все это хорошо, но как же английский? И она всегда говорила, ищите прежде Царствия Божьего, все остальное вам приложится. И я эту фразу запомнил. И вот знаете, эта фраза стала как-то девизом моей жизни. Что когда есть выбор между Божьим и человечеством, все надо выбрать Божие. Я сейчас не хвалюсь, это милость Божия, но по факту моей жизни так очень часто бывало. Даже был случай, я приехал в Италию. Вот недавно я мечтал побыть в Италии. Для меня это очень сложно, дорогие билеты. И тут вдруг совпало так, что я был по служению в Европе. Мне надо было ехать в Израиль, у меня было пару дней свободных. И вот как раз путь прилегал через Италию. Это просто удивительно. Я запланировался в Венецию. В Венеции всегда мечтал побыть. И вот я приезжаю в Милан, а около Милана есть такой городок, Триката называется. И там маленькая-маленькая группка. И я вечером побыл у них на собрании. У нас несколько человек побыл на собрании, а утром должен уезжать в Венецию. И вдруг они подходят ко мне и говорят, брат Денис, у нас завтра будет семейное общение. Пожалуйста, останьтесь у нас на семейное общение. Вы знаете, для меня это было такое искушение. Ну вот сравнить семейное общение, где пять человек и Венецию, где, наверное, никогда больше не буду. Я говорю, я вам отвечу через час. Потому что у меня слишком большая борьба, говорю. Променять, говорю, Венецию на вас, для меня это слишком большая трудность. Но я помолился и как-то укрепился. Говорю, хорошо, я останусь с вами. Не попал в Венецию. То есть я говорю к тому, что вот как бы я стараюсь в своей жизни, не хочу там себя в пример, там гордость и так далее, но просто чтобы вы знали, что я стараюсь в своей жизни всегда выбирать, вот если есть возможность выбрать Божие, чем человеческое. Хотя искушение не бывает. Так вот то же самое и тогда. Вот предлагают мне поехать, а у меня здесь сессия, здесь, знаете, абсолютно тяжкая ситуация. И вот это слово, ищите председательство Божие, все остальное приложится. Я прихожу в институт и говорю, я, ребята, уезжаю. Я уезжаю на неделю или на 10 дней, что-то такое. Они говорят, ты вообще сумасшедший. У тебя числят с института. Я вообще не сторонник делать такие вот решения. Знаете, вот все, бросьте уехать. Но в тот момент времени был выбор. И я чувствовал, что надо поступить именно таким образом. Я уехал на общение на 10 дней, хотя я только уверовал, я не знаю, год прошел после крещения. Я возвращаюсь с этой поездки, я сдаю все экзамены, да, пересдачи и так далее. Но я сдаю из всей нашей группы первый. Все они еще сдавали потом. Потому что, друзья, то, что я уехал, они все это время сдавали, у них не получалось, они пересдавали, я все это был лишен, я там был. Я приехал, включился в эту гонку сдачи экзаменов и в конце концов все равно сдал. То есть, вот выбирать Божие, это нелогично, друзья. Нелогично. Это неправильно с точки зрения человеческой. На это можно соблазниться. Когда вам говорят, молодые, ну вот жизнь впереди, кипит активно, жизнь, а вам нужно выбирать Божие, друзья, на это можно соблазниться. И люди соблазняют такие странные слова. Вот наши церкви, они достаточно строгие. Ну, как бы сейчас не так уже сильно, но все равно они достаточно строгие. И у нас есть какие-то правила, какие-то ограничения там и так далее, и так далее. И иногда молодежь сидит и слушает, говорит, какие странные слова. Ну, так же бывает, да? Странные слова. В одежде, в этой, в поведении. Почему нельзя вот это? Почему нельзя? Странные слова. Друзья, иногда эти слова правда странные, но чаще всего эти странные слова только в нашем понимании. Но послушав эти странные слова, есть они Христовы действительно, мы через какое-то время приходим к выводу, что только так и есть правильно. Вот мне запомнился один пример. Был брак, и одна сестра выходила замуж, она стоит в белом платье, а она была очень в детстве очень строптивой. И все ее в мир тянуло, все ее тянуло куда-то на какие-то гулянки. И она с родителями своими воевала постоянно, что ее никуда не пускали. Она всегда злилась на своего отца, что он ей все запрещает. Она всегда плакала в подушку, что у нее подружки куда-то ходят, а она должна дома сидеть. И вот она стоит в свадебном платье, вот здесь на этом месте, и когда дошло до нее, там речь, дали микрофон, и она говорит, я хочу сказать спасибо моему отцу. Если бы не он, я бы здесь не стояла. Друзья, вот сейчас она счастливый человек, она действительно счастлива в семье. Но она теперь поняла, что вот эти странные слова, которые были сказаны, они не странные на самом деле. Просто в ее глазах они странные. Вы знаете, вот мы так устроены с вами, что мы видим неправильно. Мы видим неправильно. Вот когда я иногда эту тему провожу, я вот у вас, к сожалению, не догадался это сделать, можно было бы сделать. Я высвечивал на экран такое большое, как бы, ну как сказать, изображение, состоящее из кубиков. Серых кубиков и белых. Серых и белых. Серых и белых. То есть серо-белые кубики такие, ну ярко-серые, ну какие-то очень темно-серые и ярко-белые, но явное различие. И я говорю, друзья, вот вы видите разницу в кубиках? Все говорят, видим. Я говорю, я вам говорю, что это кубики одного цвета. Все говорят, не может быть. Я говорю, точно говорю, не может быть. Я говорю, давайте проведем эксперимент. Я на компьютере прямо беру эти два кубика, вырезаю, ну знаете, при помощи вырезаешь, и начинаю их совмещать. И вот когда их начинаешь сдвигать, они сливаются в один цвет. Начинаешь раздвигать, один становится серым, другой становится белым. Они говорят, это программа такая, которая меняет. Я говорю, нет. Я распечатываю эти кубики на бумаге. Распечатываю. вот вырежьте сами. Они вырезают, начинают совмещать, они становятся одним цветом. Они становятся разным цветом. Друзья, это обман зрения. То есть вот эта фигура так построена, там не просто серо-белые кубики, там определенные тени и так далее. Вот она так построена, что человек уверен, что они серо-белые. Уверен. И даже когда уже люди знают секрет, все равно они смотрят, и все равно они видят серый и белый. Друзья, и я вижу серый и белый. А когда мы говорим, это белый, это оба серых, это странные слова, это непонятные слова. Но по факту они так и есть. Друзья, вот Христовое учение на наш греховный взгляд, на взгляд нашей природы, оно странное. Во многих случаях. Оно непонятное. И люди эти говорят, какие странные слова. И помните, когда они сказали, что это странные слова, что они сделали? Кто помнит? Они встали и ушли. А тогда Христос обращается к Петру и говорит, а вы не хотите уйти? А Петр не говорит, Господи, это не странные слова. Я эти слова понял. Для Петра это были точно такие же странные слова. Но Петр говорит, Господи, нам некому идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни. У Петра была правильная позиция. Даже если я чего-то не понимаю, это не означает, что это неправильно. Последняя мысль и предпоследняя мысль будем заканчивать. Вот сейчас молодежь, подростки, молодежь, они растут в такой атмосфере, что им надо все объяснять. Вот если не объяснишь, то не поверят. И вот я знаю одного неверующего человека, который этой позиции придерживается. Надо все объяснять. Объяснять детям, объяснять взрослым. И без объяснения никаких запретов, чтобы не было. Все надо объяснять. В это время, когда мы с ним разговаривали, в это время его маленький сын летит в розетку. Трех летний. Он его отдергивает и по пальцам, как дал по пальцам своей ладошкой. Аж сын заплакал. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, чтобы не лезть в розетку. Я говорю, ты все ему объясни. Ты посади его перед собой. Расскажи о законе Ома, о сопротивлении цепи. Расскажи о силе тока, о том, что произойдет в его сердце, если ток проникнет, и цепь замкнется. Как будет регулировать его сердце. Все объясни, он поймет и не будет лезть в розетку. Он говорит, только он еще маленький. Друзья, то есть, оказывается, маленькому ребенку можно ударить по рукам, чтобы он просто запомнил, что больно и нельзя. Друзья, ну вот так же и нам с вами. Вот нам не надо думать, что мы слишком умные. Вот одна из проблем современного общества, мы думаем, что мы слишком умные, друзья, это неправда. Нам хочется... А вот почему так? А почему так? Друзья, далеко не всегда можно объяснить, почему так. Не потому, что нет объяснения, а потому, что мы не можем понять этого. Павел говорит, об этом нужно было бы говорить много, но невозможно истолковать, потому что вы не способны слушать. Друзья, вот вы и я еще, мы достаточно молодые, у нас мало опыта, поэтому мы не все можем понять. В некоторых случаях нужно просто поверить, как написано в Библии. Просто поверил и все, и делаешь так. Друзья, и это хороший путь. Да, хороший путь и познания, хороший путь объяснения, но не всегда достаточно этого, не всегда это получается. И эти люди говорят, странные слова. Мы не хотим это слушать. И ушли. И ушли. А Христос обращается к ученикам. И вот тот же вопрос звучит и к вам. Вот вы тоже в церкви часто слышите странные слова. Вы можете уйти, соблазнившись на этих странных словах. Но блажен, кто не соблазнится. Вот кто останется и доверится этим странным словам, то он потом поймет, что одни слова не были странными, и еще и благословение получит. И самая последняя мысль, которую я хотел озвучить, а потом думал, не буду озвучивать, потом опять хотел озвучить, так метался, и потом пришла записка. И я все-таки решил ее озвучить. В этой записке написано так. А можно ли соблазняться, или что делать, если соблазняешься на братьях, сестрах, на служителях в церкви? Ну, бывает же так, да? Друзья, да, действительно бывает. Я уже сказал, что в этом тексте, который мы читали, ключевое слово, кто не соблазнится о мне. Вот Христос, Он никогда не полагает никому повод их соблазну. В смысле, Он всегда, да, Он говорит странные слова, Он может обличить человека, и сама личность, сегодня такая довольно скромная, но за Его вот этой скромностью, обличением и странными словами всегда стоит истина, которая всегда подтверждается. Христос никогда никого не подводил, ни одного человека в этом мире. Но Христа окружают люди, и даже самые лучшие люди, они остаются людьми. Друзья, и очень странно соблазняться на людях. Да, люди бывают, дают повод к соблазну довольно серьезный. Я знаю, что бывает проблема, я не знаю, как в ваших церквах, но у нас бывают такие проблемы, когда служители церквей ведут себя не всегда хорошо и правильно, когда взрослые и не понимают молодежь. И молодежь соблазняется. Друзья, не надо соблазняться, надо понимать, что все люди, все люди, да, бывают разные обстоятельства. Даже Петр, будучи апостолом, друзья, и то лицемерил. Написано, когда Павел говорит, я пришел там в одну местность, да, написано, я увидел Петра лицемерующего. И написано, и даже Варнава был увлечен их лицемерием. Друзья, да, такое бывает. Никто не свят. Папа Римский, говорят, только один свят. И то я не верю в это. Друзья, никто до конца не свят. А даже апостол Петр и то был неправ в некоторых случаях. Но немножко странно, когда кто-то говорит, у нас служитель, вот поступил так, я соблазнился, поэтому в церковь не хожу. Ну а какая логика-то? Какая связь? Вот если бы Христос плохо поступил, и человек бы соблазнился, ну можно понять. Но если служители Христова что-то плохо сделали, ну они же люди все. Поэтому, друзья, когда мы говорим о соблазнах, мы говорим о Христе. Вот нельзя соблазняться в Христе. А если вокруг Него бывают соблазны, так бывает. Ученики детям запрещали ходить, помните? Но Христос учеником объяснил, что нельзя, не запрещайте детям. Такое бывает. Поэтому, друзья, заканчивая мою тему, я бы хотел отметить еще раз, что мешает многим из вас обратиться к Богу, прийти к Нему с молитвой покаяния, отдать Ему себя на служение. Что мешает? Вам мешает вот эта мысль. Может быть, надо еще подождать. А чего ждать? Мы же видим плоды. Может быть, друзья, тогда вас соблазняет что-то в личности Христа, что-то вам не нравится. Может быть, вы как-то по себе по-другому представляете. Может быть, вам не очень нравится, когда Он вас обличает. Вам не очень нравится в Его учении, друзья. Может быть, вы что-то как бы ждете чего-то. Вот моя тема сегодняшнего дня не надо ждать. Блажен тот, кто не разочаруется во Христе, хотя будут к этому причины. Блажен тот, кто не соблазнится о мне, хотя, может быть, что-то и покажется соблазняющим. И я скажу, что мне вот 41 год. Последний самый пример, точно последний раз. Когда я только уверовал в Толятинской церкви, то ко мне однажды подошел один человек, и он сказал такую фразу. Денис, ты молодой, тебе 20 лет. Подумай, прежде чем ты будешь ходить в эту церковь. Я говорю, а что такое? Он говорит, у тебя будет вот такая жизнь. Ты женишься, у тебя будет куча детей, ты будешь привязан к дому. Твоя жизнь вот такая. Дом, работа, церковь. Дом, работа, церковь. Серая, скучная, неинтересная жизнь. А я с детства мечтал о путешествиях. Я даже в морское училище документы подавал, хотел быть моряком. Вот я мечтал о путешествиях. Я хотел страны посмотреть, я хотел города посмотреть. А он говорит, забудь про все это. Жизнь будет такая баптистская, такая серая, ничего нельзя, ограничено и так далее. И вы знаете, и он меня этими словами так сильно смутил. Я же не из христианской семьи. Я же не знаю ничего. Я только пришел, а там дом молитвы в подвале. Это сейчас дом молитвы в Толятинской хорошее. Там 20 бабушек. И я смотрю на все это и думаю, точно, куда я влип? Что за ситуация? Что я здесь делаю? Бежать отсюда надо. Жить полноценной жизнью. И он мне эти слова сказал, и меня так это смутило сильно очень. Вот сейчас, мне 41 год, с тех пор прошло больше 20 лет. Друзья, я скажу, что ни одного из заморочных предсказаний его не сбылось. Да, у меня большая семья, 8 детей. 7 девочек, кстати. Да, у меня действительно служение, работа, церковь, это мой круг моей жизни. Но он благословенный, он очень большой, этот круг. Вот дом, работа, служение, это оказывается не маленький круг, километр, это оказывается весь мир. Служение тоже везде совершается. И домов много, написано, как Христос сказал, будет много домов, и друзей много. И жизнь настолько полноценная, как вот я помню, один брат читал стихотворение, вышел стихотворение, что серые будни, серые будни, а пресвитер один сидит, говорит, Денис, мне хотя бы недельку серых будней, говорит. Друзья, вот иногда такая жизнь, что кажется, хоть бы чуть-чуть его предсказаний сбылось, хотя бы немножко посидеть так в уголке, как он говорил. Друзья, Христос сказал, я пришел дать жизнь и дать ее с избытком. Вот какая полноценная жизнь дает вас. Блажень человек, который не соблазнится, вот блажен, да, пройдет время, вы скажете, как хорошо, что я не соблазнился о Христе, как хорошо, что я доверился Христу полностью, как хорошо, что я покаялся, как хорошо, что я вошел в церковь, как хорошо, что я совершаю служение, как хорошо, что я в полноте себя осознаю, и как плохо тому, который вот думает, что-то размышляет, годы проходит, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, я хотелось бы вам призвать сейчас нас к молитве, к молитве покаянии. Мы, наверное, споем гимн, да, допустим. Все-таки давайте споем этот гимн. Трудно отойти от традиций. Вот, и споем. И если у кого будет желание обратиться к Богу, друзья, я еще расскажу. Вот иногда мы, братья, делаем ошибку. Мы говорим, у кого из вас, кто из вас чувствует повеление, желание внутри, кто чувствует побуждение. Друзья, в Библии про побуждение вообще слова не сказано. В Библии сказано, Бог повелевает людям всем повсюду показывать. Бог не говорит, вот если чувствуешь побуждение, у тебя на сердце какая-то трепет. Друзья, про это Библия ничего не говорит. Библия говорит, надо покаяться. Надо покаяться. Это повеление Божие. Поэтому если кто-то из вас еще не каялся, если кто-то еще не возрожден, не член церкви, вам надо покаяться. Будете ли вы каяться это сейчас? Или подождете еще немного? Ну, решать за вами. Выбор ваш. Никто вас не заставляет. И никто вас не запугивает. Иногда говорят проповедники, вот вы сегодня не покаетесь, потом выйдете, ваша машина собьет и все. Друзья, нет, проживете еще 10 лет или 20 или 30, и будет все хорошо. Друзья, то есть никто вас не запугивает, но тем не менее, чем быстрее ты встанешь на путь Христов, тем быстрее ты будешь блаженным. Блажен, кто не соблазнится о мне. Пусть вас Бог благословит, давайте споем гимн. И потом, если кто хочет помолиться, выходите вперед и помолитесь. Аминь.